Если опера, то мыльная. Тема расставания Прикаме и Курензиса вновь вышла на передовые позиции. Казалось бы, с этим все ясно. Маэстро покинул наш регион, стороны разошлись, как в море корабли. Но у обеих, что называется, осадочек остался. Такой вывод можно сделать после интервью Курензиса, которое он дал Ксении Собчак. Тему продолжит Олег Романов. Интервью Курензиса состоит из двух частей. Одна записана до появления информации об отъезде маэстро из Перми, вторая уже после этого. Дирижер в ходе беседы соглашается с тем, что ему ставили в укор. В Перми действительно бывало мало. Но своей основной миссией он считал образование публики. И с этой задачей успешно справлялся, говорит Теодор. Ведь все самые яркие постановки рождались в итоге на берегах Камы, хоть и в непростых условиях. Мы работали в каких-то сыновековых условиях. В фойе, когда нет репетиции в зале. Или собирались... Есть такой храм евангелистов. Который они в свое время купили ДК Ленина. А там наверху, там где бегают крыси и тараканы, есть такая футбольная площадка закрытая. Деревянная такая. И на этой футбольной площадке, когда у них не было занятий в футболе, или службы и так далее, нам давали возможность репетировать музыку. То есть в этой сцене не сделали все эти произведения Моцарта, Малера, о том, что говорит мир. Похоже, здесь нашел подтверждение старый тезис – художник должен быть голодным. Курензис рассказал, что готов был и дальше, условно говоря, голодать, то есть терпеть отсутствие новой сцены и репетировать в условиях средневековья. Но взамен нуждался в доверии и помощи. А этого в Перми не нашел. Зато театр частенько проверяли, говорит маэстро. Это такая атака, реально. Это атака на терпение. После третий, четвертый раз они отправляли нас к проверке. Бухгалтерии и так далее, и так далее. И это правильно, потому что я всегда говорю, что нужно все проверять. Я думаю, что мы единственные люди, которые были порядочны в этом деле. Поэтому пусть проверили, что тут хотят. Но они проверили около 24 раз в году. Региональный Минкульт от этого открестился, заявив, что проверок было чуть больше десятка. Из них три финансовые. Еще один момент, который не устроил Курензиса – требование сократить количество гастролей в пять раз. С этим маэстро также категорически не согласен, поэтому и заявил, что покидает Пермь. Впрочем, не так давно появилась информация, что уходя, маэстро не совсем-то и ушел. Исполнительный директор оперного Андрей Борисов интервью новому компаньону заявил, что Теодор Курензис не написал заявление об увольнении. Теодор Курензис пока что не написал заявление об увольнении. Он только сообщил о своих намерениях. До конца августа он остается художественным руководителем нашего театра и активно работает в этом качестве. Перед вашим приходом я полчаса разговаривал с ним по телефону. Мы обсуждали новый сезон и следующий Дягилевский фестиваль. Помимо Курензиса в новом выпуске на канале Ксении Собчак присутствует еще один персонаж, критик Дмитрий Ринанский. Он считает, что маэстро рано или поздно все равно бы уехал. Строить карьеру Теодору захотелось иначе. Дело не в строительстве новой сцены, на самом деле, по большому счету. И не в каких-то субъективных или объективных обстоятельствах. Станиславский говорил, что у любого театра живет 10 лет. Ты хочешь чего-то нового. Естественно, когда это желание чего-то нового и некая объективная усталость от обстоятельств, которые тебя окружают, от декораций, которые существуют, поддержано тем невероятным карьерным рывком, который у него произошел в последние полтора-два года, конечно, совпадение этих обстоятельств не могло не спровоцировать его уход. Впрочем, Курензий заявил, что даже после своего ухода он готов возглавлять Дягилевский фестиваль. Но с одним условием. Директором Пермского театра должен остаться Андрей Борисов. Ну а новым пристанищем самого Курензиса станет Санкт-Петербург. Коллектив он с собой не забирает, но каждый, кто пожелает, может проследовать за ним в город на Неве. Олег Романов, Телевизионная служба новостей.